Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение City Skylines 2. Итак, что у нас здесь происходит? У нас происходит следующее, мы постоянно находимся в минусе, меня вот эта ситуация не очень устраивает, и я пока что не совсем понимаю, каким образом я должен с этим бороться, потому что вот, например, сейчас вкладочка производства у нас закрыта, она разблокируется только на следующем этапе развития города, и я думаю, что сегодня мы к этому придем. Также хотел сказать, что между записью предыдущей серии и этой разработчик выкатил какое-то маленькое обновление, вроде, но по моим ощущениям стало даже как-то получше, не знаю, может быть, я просто хочу в это верить, если это действительно так, это, несомненно, здорово. Значит, я хочу строить, и я думаю, что вы тоже хотите, чтобы я строил, нам в любом случае нужно с вами подбираться к новому этапу, потому что мы хотим открыть промышленность, но перед этим давайте-ка я все-таки залезу и посмотрю, что мы можем с вами прикупить. Я пока даже не знаю, чего я хочу, вот по-хорошему я бы, наверное, взял бы что-то для дорог, то есть я бы взял бы, может быть, вот эту вот штучку, да, из этого мне вроде пока ничего не нужно, здесь я тоже ничего особо не хочу, больницы, ну вот смотрите, крематорий смотрится хорошо, и смотрится хорошо вот эта вот штучка, да, потому что крематорий, исходя из того, что кладбище я планирую оставлять здесь, и, соответственно, там нужны тоже катафалки, как вы видите, вот эти вот штучки, потому что, блин, да потому что нам это тоже надо, потому что можно делать круговое движение, да, чтобы было меньше пробок. Давайте, наверное, так и поступим, я возьму сейчас круговые перекрестки, я возьму сейчас крематорий, как раз потрачу все баллы, которые у нас есть, и нам нужно с вами дальше зарабатывать очки. Здесь мы получаем целых плюс 4, плюс 6 территорий, и еще миллион бабла, производство, постановление, короче, куча всего. Замечательно, я тогда предлагаю стартануть. А стартовать я буду вот с чего, я сейчас поеду вот сюда, и куплю себе кое-какие участки, я возьму пока что, наверное, вот этих два, и, слушайте, нет, это не все, что я хочу купить, я хочу купить вот здесь еще пару участков. Объясню, почему. Наверное, я бы даже вот так бы взял, это не так прямо дорого, да, 34 тысячи на дороге не валяются, но я куплю. Почему я хочу эти участки? Я хочу немножечко подровнять вот эту историю. Очень сильно переживаю насчет этого, потому что у меня все время с этим проблемы, наверное, буду делать на паузе, чтобы оценивать то, что у меня получается. Видите, что здесь творится? Здесь какая-то нереальная гора, и я бы не хотел бы, чтобы она мне мешала, поэтому я бахну, наверное, наверное, слушайте, а может быть это даже перебор, я бахну, наверное, что-нибудь, типа выравнивание ландшафта, и попробую сделать что-то вот такое. Видите, что там происходит? Там гора, короче. Вот, я бы хотел бы, чтобы у меня относительно того, что я начал уже строить, вот у меня вот здесь уже есть косяк около школы, видите? Он как бы есть, и от этого никуда не деться. Вот теперь у меня здесь косяк. Хочется, чтобы это было как-то ровно. То есть цель у меня какая? Я сейчас это выравниваю, да, то есть я, наверное, делаю вот так. Я не очень понимаю, как работает выравнивание, то есть я думал, что оно работает, исходя из того, какое место я выберу. Но видите, я как бы в итоге сношу просто гору под ноль. В целом, как бы не то, что мне эта гора нужна, если честно, я тут не хотел какие-то устраивать архитектурные нововведения, как бы пускай она будет, и как бы хрен ты с ним. Дальше я просто могу уже взять, наверное, немножечко сглаживание, и просто привести это более-менее в порядок, чтобы это так в голоса не бросалось. Я не знаю, что вот с этим делать. Здесь тоже, видите, есть такая проблемка. А, ну можно еще вот так вот бережок немножечко подправить. Ну, основная задача это чтобы... Вот, видите, вот такой вот истории не было, потому что, ну, это просто ужасная фигня. Мне такая ни фигня не нравится. Я бы хотел бы, чтобы ее, конечно же, не было. С этим вроде разобрались. Я пока что просто это сделал для успокоения души. Мне нужно здесь немножко дорог продлить, чтобы я понимал плюс-минус, как что будет выглядеть. Давайте теперь обратимся вот сюда. В первую очередь я бы хотел перенести ветряки. Наверное, я изначально неправильно их поставил, но я не понимал, как у меня что будет, где строится. Вот сейчас я примерно понимаю, и примерно я понимаю, что, наверное, станция водоочистки себя там чувствует нормально. Давайте мы поставим вот сюда вот эту штучку, и вот сюда мы поставим вот эту штучку. Ну, чувствует она себя нормально. Я имею в виду, что пока что улучшения какие-то не требуются. Единственное, что мне надо, это, кстати, посмотреть вообще, что у меня с электричеством творится. Так, и что ты мне тут рассказываешь сказки? объекты перекрывают друг друга. А, ты имеешь в виду, что... Ну, блин, это мне дополнительные бабки, да, тратить, ты хочешь сказать? Что они, видите, зона за зону заходят, и поэтому они ругаются. Ну, вот давай вот сюда поставим. Так. Замечательно. И теперь смотрим. И вроде должен смочь. В чем проблема? Короче, игра мне решила голову сделать, да, в самом начале. Вот я вроде как бы не планировал ругаться. Но вот что, в чем проблема? Почему я не могу подключить сюда ветряк? Я не очень понимаю. Какие объекты что перекрывают? Я вообще не врубаюсь. Ну, вот смотрите. Вот отсюда я тоже не могу ничего сделать. Ну, классно, здорово. Сейчас я буду с этим разбираться, но после уже этого мы все-таки начнем что-то строить. Здесь я вроде осилил. Давайте вообще посмотрим, как у них дела. Но они сейчас начинают работать. То есть, этот работает на 100%, а этот на 57%. Но тут как бы ситуация такая, что в скором времени нам придется что-то с электричеством сделать. Смотрите, вот это мне не надо. Это я, наверное, отсюда брею. Соответственно. И я теперь хотел бы заняться вот этим вот участком. Единственное, что, наверное, насосную станцию еще придется подвинуть. Я, собственно, по этой причине и купил вот эти клеточки, чтобы у меня здесь уже было все разблокировано и я мог спокойно делать тут что хочу до вот этой железной дороги. А хочу я следующее. Я пока не очень понимаю, зачем мне нужен, например, храм. Но здесь написано, что благополучие будет плюс 2 в радиусе 300 метров. То есть, в целом, я бы, наверное, храмчик сюда бы забубенил, дабы понимать, какого размера у меня будет вот эта вот история. А это у нас получается мавзолей. И мавзолей я бы забубенил вот сюда. Ты что даешь у нас? Это мемориальная огромница важной персоны. Кладбище с мавзолеем привлекает туристов. Ну, насколько мне сейчас интересны туристы и вообще надо ли мне это делать? Оставить просто для него какие-то клеточки? Я не очень понимаю, да? То есть, смотрите, здесь получается сколько клеток? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, просто, чтобы лишние деньги не тратить. Содержание еще 7 тысяч. Короче, 6 клеточек, да? Правильно я же посчитал. Можно смело просто оставлять и ехать дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, вот на эту седьмую мы начинаем что-то строить. То есть, я могу провести сюда. Давайте вот сейчас, пока я не начал что-то дальше делать, мы просто посмотрим. Да, он действительно сюда влезает. Все. Этот вопрос мы закрыли. Этот вопрос мы закрепили. Давайте, наверное, будем строиться. Мы сейчас здесь с вами будем делать переулки. Потому что, во-первых, переулки мне нравятся. Во-вторых, я бы хотел бы здесь доделать зону низкой плотности, да? Или как она правильно называется? Ну, вы поняли. В общем, вот эти вот маленькие домики. Малая плотность. Вот. И у нас есть, как бы, у них потребность. У нас есть потребность и в других зонах. Но прежде, чем я начну строить вот эти, я просто подготовлю себе площадку. Потому что я прекрасно понимаю, что они все равно захотят еще маленькие домики. И мы эти маленькие домики им будем давать. Ну, вот давайте теперь я с помощью инструмента, который называется у нас переулки. Буду здесь что-то вот такое вот мастерить. У меня пойдет здесь переулок вдоль водички. И, в общем, я попробую сделать какие-то, ну, относительно непрямые линии, наверное. Потому что прямых линий я уверен, что нам хватит вполне. И в дальнейшем, да и сейчас у нас уже какие-то есть. Вот здесь как будто привязочку хочется отключить, да, немножко. Ну, в общем, я сейчас здесь поколдую. Единственное, что давайте, знаете, еще что сделаем. Я возьму сейчас и вот здесь приделаю вот такую вот штучку, да. Вот, например, вот так. Здесь я приделаю тоже дорогу вот до сюда. Ну, вот плюс-минус. Я, кстати, не знаю. Наверное, эта железная дорога создает какой-то шум. И это не очень хорошо, но ничего страшного. Такое тоже случается. Я вот думаю, как здесь поступить? Мне хочется сделать как бы основные им здесь дороги в этой деревушке, да. И дальше уже все остальное я сделаю переулками. Мне также сказали, что не обязательно делать им парковки вот здесь. Смотрите, то есть вот эта парковка, по сути, не нужна. Видите, ей никто не пользуется. То есть мы отсюда ее просто возьмем и перенесем туда, где она понадобится. То есть я делаю вывод, что, так как здесь много будет переулков и на них нет места для парковки, да, видите, они здесь не паркуются, то, соответственно, парковка здесь им точно будет нужна. Погнали здесь вот тоже дорогу приделаем, пускай она будет вот до сюда примерно, чтобы вот мы от нее, так скажем, отталкивались, ну и дальше уже тут гуляй рванино, можно делать что угодно, ну, прям что угодно делать я, конечно же, не буду, я сейчас, наверное, вот это немножко подправлю, потому что мне не понравилось, что у меня тут получилось, ну, просто будет неудобно потом дальше проводить, ну, можно чуть-чуть какой-то и прямой линии фигануть, я думаю, что ничего страшного, можно здесь куда-то повернуть и здесь тупо вот сюда вот приехать, да, вот такой вот у нас получился квартальчик, не знаю, как его еще назвать, в общем, план у меня таков, что в целом с этой стороны я тоже самое смастерю, наверное, наверное, да, просто смастерю и все, ну, а потом мы с вами заполним внутреннюю часть, наверное, может быть, добавим еще каких-то магазинчиков местных, посмотрим, как они там себя будут чувствовать, ну, и будем наращивать население, наращивать население и наращивать уровень города, но вот это, конечно, косячок, так делать не надо. Я, кстати, знаете, что, я так и не разобрался, как двигать дороги, вот хоть убейте, я всякими разными инструментами пробовал, у меня что-то ничего не получается, я думаю, что есть профессионалы, которые мне толково объяснят, как это делается, ну, не могу я что-то разобраться, я гайдов не смотрел, честно, мне на это времени нет, поэтому вот думаю, что вы мне обязательно поможете. Короче, вот как-то так получилось, здесь, знаете, в большей степени кривизна идет не из-за того, что я дорогу криво построил, из-за того, что здесь есть небольшие перепады по рельефу, и мне все-таки придется, как я и говорил, вот эту вот штучку перенести, потому что она мне здесь не очень-то подходит. Ну, ничего страшного, трубы теперь проводятся легко, я бы, наверное, вот так вот ее пока поставил, да, да, наверное, я бы так и сделал вот сюда, ну, соответственно, она ругается на дорогу, я думаю, что ей хватит вот такой вот штуки здесь, чтобы она просто у нас сейчас работала, электричество, вода пошла, все пошло, и все было хорошо. Вот это вот отсюда выпиливается, это у нас остается, и мы едем дальше рисовать дороги. Здесь, наверное, не буду велосипед придумывать, мы просто вот так вот сделаем, и все, да, пока что выглядит как будто бы неплохо. Давайте, наверное, мы не будем борщить и не будем прям все зарисовывать, иначе это займет очень много времени. Не то, что я куда-то торопился, но просто хочется еще что-нибудь поделать. Я сейчас закончу, наверное, вот эту вот сторону, да, у нас, соответственно, здесь около вот этого ручейка будет заканчиваться данное развлечение наше с дорогами, и мы начнем уже, наверное, внутреннюю часть зарисовывать, потому что, ну, это тоже надо сделать. Давай здесь вот такой вот поворотик бахнем, ну, и вроде как бы, вот как бы вроде и неплохо, да, вроде еще какие-то границы обозначили. Замечательно. А это что у нас такое? А, дополнительный насос для насосной станции, но нам он не очень-то и нужен. Ну, а теперь мы будем делать что-то, какие-то линии, наверное, да, в какие-то разные стороны, для того, чтобы здесь было поменьше прямоугольников. Ну, а что, это такой у нас квартальчик получается загородный, так сказать, в каком-то смысле, да. Пускай он будет необычной формой, вот какой-то такой. Я не знаю, насколько эту форму можно назвать необычной. Я также не понимаю, хочу ли я вот здесь где-то прицепляться, потому что... Потому что мне надо, наверное, все-таки сделать еще одно соединение. Где-то здесь я бы им поставил бы парковочку, чтобы они парковались. Ну, и поехали еще что-нибудь нарисуем. Короче, вот что-то такое у меня получилось изобразить. Я вот не уверен, что здесь я что-то хочу, потому что здесь и так как бы плотненько. Но можно какое-нибудь, наверное, соединение сделать. Вот типа того. И надо ли мне вот это доделывать сейчас? Да, наверное, я бы доделал. Ну, блин, не хочу прямые линии. Хочу линии не прямые. Да, вот давайте будет то же самое. Что-то сюда. От этой вот дорожки мы поедем вот сюда. Ну, и здесь тоже можно отсюда куда-нибудь вот сюда приехать. Все, мне кажется, пока что нам должно хватить. Надо, главное, следить за электричеством. Мы понимаем, что сейчас его, наверное, может не хватить. Кстати, по поводу кружочков. Давайте мы бахнем один. А я посмотрю как. Вот сюда. Вот здесь это точно надо. Пускай здесь будет вот такой. И у нас, между прочим, я что-то тогда вроде говорил, что деревьев у меня нету. Да, говорил же я такое или я только об этом подумал. А деревья-то у нас на самом деле есть. Да, и можно прям засеивать так, как душе угодно. Тем хорошее мы обязательно засеем. И да, мне также сказали еще про тротуары. Что вот дорожка, которую можно соединить с тротуарами и дорогами. В целом, они как бы присутствуют. Пока что вот только такой вариант. Понятно, что, наверное, в дальнейшем появится что-то еще. Ну, вот, наверное, можно приступать к чему-нибудь по поводу заполнения зоны. Давайте мы тогда вот эту парковочку отсюда заберем. И поставим ее лучше вот сюда. Мне все-таки кажется, что это логично. Что так как здесь негде будет парковаться, будет только несколько главных дорог. А дома будут, пускай они на парковочке вот здесь встают. Я поставлю парочку, не буду борщить с парковками. Мы просто будем поддерживать эту историю, если такая потребуется. Значит, что я хочу? В европейском или нет? Вот это вот что у меня такое? Как понять? Здесь не понять, да, что это такое? Блин, ну вот это плохо. Я бы хотел посмотреть, просто я уже, если честно, подзабыл. Ну, давайте скомбинируем. Давайте немножечко сделаем вот эту часть. Мы сейчас делаем... Это какая у нас? Это североамериканский, вот этот европейский. Ну, вот давайте в европейском стиле. И, да, еще одна важная история, что мне сказали, что это заменяет парк. У меня парков нет, к сожалению. Наверное, я склонен верить и не сомневаюсь в том, что мне говорят правду. Просто пока что я не вижу зоны вот этих парков. И не могу оценить, как у меня, да, насчет здесь довольства по поводу парков, как минимум. Я не знаю, когда нам это дают. Вот это они, четвертый уровень нам нужен. И сразу ситуация изменится. С паузой все, снимаю. Можно смело продолжать симуляцию города. Давайте мы, наверное... Блин, а я не знаю. Я, наверное, вот так вот сделаю просто в наглую. Да, вот так вот, бам. И пускай они строятся. Но здесь какие-то вот эти вот кусочки я не буду брать. Буду по чуть-чуть вот так вот заливать. Вот здесь непонятно, в какую сторону они построятся. В целом мне не важно, но я вижу, что тут как бы ситуация такова, что нам сейчас нужно немножечко другое. Да, и нам нужна коммерция. Я думаю, коммерцию надо делать вот здесь. Вот в этом вот месте. Потому что... Блин, ну а почему бы нет, во-первых, да? А во-вторых, как бы здесь около кладбища будет нормальная коммерция. Не знаю. Но я так думаю. Давайте вот так как-то сделаем. Немножечко магазинов запилим. То есть, ну, я понимаю, что теперь это... Вот ты видишь, что у тебя полная шкала. Это не значит, что тебе дофига надо магазинов. Правильно же? Ну вот типа вот сейчас мы вот столько построим. И оно побежало. Как бы мы видим, что потихонечку-потихонечку исчезает эта потребность. Ну а мы, наверное, все-таки вот эту зону полностью бахнем. И даже она не построится. Да, я правильно понимаю? Да, смотрите, видите. Вот я вот еще здесь обвел. Они не строят. Потому что, скорее всего, эта полоска уже уехала в минимум. И нужно добавлять теперь, например, жилье. Еще немного жилой зоны добавляем вот здесь. Хочу ли сюда? Пока не знаю. Наверное, нет. Сколько нам вообще осталось до уровня? Ну, нормально так уже. Мы близки к этому. Что у нас здесь вообще ребята говорят? Ну-ка, покажите мне. Высокий уровень преступности. Кстати, слушайте. А действительно же... Действительно же я про это совсем забыл, да? Я не построил полицейский участок. И это вообще было неправильно с моей стороны. А давайте-ка мы полицейский участок построим. Вот я не знаю, хочу ли я его видеть здесь. Здесь или не хочу? Я не очень понимаю. Ну, давайте попробуем. Давайте, наверное, пробовать. Надо ставить. Потому что, если высокий уровень преступности, это влияет на счастье. А счастье влияет на вот этот наш уровень. И нам это как раз на самом деле нужно. Но единственное, я не понимаю, опять же, количество улучшений, которые здесь доступны в полицейском участке. Я построю, пожалуй. Я построю. Что, у меня опять провалилось под землю? Ну да, здесь, конечно. С ландшафтом у меня беда немножечко. Я надеюсь, что мы это выправим. Значит, что полицейский участок, говоришь? У тебя есть просто вот такое крыло. Дополнительный гараж. Замечательно. Хорошо. Значит, сейчас проблема с преступностью должна быть решена. Я надеюсь, да. И счастье, соответственно, полетит вверх. Запомнили, что минус 13. Им еще не очень нравятся высокие налоги. Но я их как бы повысил, исходя из того, что у меня вот здесь как бы минус 5,5. И меня это не очень вдохновляет, если честно. Я пока вообще не врубаюсь. Но у меня есть одно подозрение, что все-таки здесь надо будет продавать продукцию. И продавать ее не просто производя, а еще и каким-то образом увозить. То есть, например, нам нужен будет поезд товарный, который будет приезжать и забирать у нас продукцию. То есть, мы сейчас можем с вами сделать, например, добычу камня. Посмотреть, что из этого получится как вариант. Я думаю, что действительно надо это делать. Давайте вот так здесь сделаем. Я не знаю, что они из этого построят. Очень интересно. Ну да, они построят просто много длинных домиков. Потихонечку, полигонечку мы здесь заселяемся. И это замечательно. Но я вижу, что потребность еще есть. Я хочу завозить людей. Давайте еще завезем. Вот это вот разукрасим. Ну, само собой. О, дом музыканта. Хорошо, нам нравится такое. Само собой, вот здесь я не буду никого селить. Сейчас мы на дом музыканта обязательно посмотрим. Погодите-ка. А может быть, мне сейчас на него надо посмотреть? Потому что плюс два благополучия в радиусе. Да, в каком-то. Пятьсот метров. Еще бы понимать, сколько это пятьсот метров. Ну-ка, если я дорогу черчу, мне показывают. Двести метров, короче. Да, ну вот пятьсот метров это вот столько. То есть его желательно куда-то ближе вот сюда поставить. Да, вот сюда его и надо ставить, мне кажется. Давайте, наверное, так и поступим. Вот здесь у нас будет дом музыканта. А что вообще там содержания нет? Ничего такого нету? Ничего вроде такого нету. Дружище, повернись другой стороной. Вот так вот. Вот я тебя вот так вот вижу. Давай, наверное, мы тебя сюда приделаем. У нас будет благополучие. Но вот такой вот домик. Вроде прикольный. Вроде какая-то ферма. Ну да, действительно, с коровкой. Ну ладно, нормально он здесь будет смотреться, я считаю. Домики строятся достаточно долго. Я думаю, что пустоты мы с вами... Во-первых, вот эту пустоту надо заполнить вот этим. А все остальные пустоты мы просто с вами деревьями заполним. И будет нам замечательно. Вот сюда, само собой, селимся. Вот сюда тоже. Вот здесь тоже хочу увидеть дома. Блин, вот из-за этого угла, конечно, еще целую клетку покупать. Ну такое себе, ну клетки так как бы не тратят ничего, да, на себя. Я правильно же понимаю. Ну давайте возьмем, ладно, потратим бабла. 700 тысяч осталось, мне как бы вылезти в плюс. Давайте подумаем что-нибудь насчет... Это у меня такие ровные здесь дороги, да, держу в курсе. Я молодец. Давайте что-нибудь подумаем насчет какой-нибудь промышленности, потому что время, мне кажется, уже пришло. На данный момент у нас доступно не так много всего. Значит, у нас есть комбиноломня, которая строится на любом месте. У нас есть ферма животноводческая, можно размещать тоже где угодно. То есть, в целом, пока что у нас только два инструмента. Здесь еще, блин, есть вот это. Я все-таки немножечко расстроен, что я это не использую. Но у нас есть вот такое огромное пятно, мы попозже на него внимание обратим. Давайте, наверное, вот что я сделаю. Я хочу здесь сделать, доделать вот этот вот прямоугольник, который у меня получился максимально криво, к сожалению. Но я старался, если честно. Мы доделаем его. Я сделаю здесь просто заводы, потому что заводы нам тоже нужны, как вы видите, по шкале. Не знаю, я пока что вообще не понимаю вот этой всей системы. Но на самом деле, если вот здесь вот щелкнутый завод, можно увидеть, что он хочет металл плюс пластмассу. Да, соответственно, здесь тоже, например, но только металл плюс сталь. А вот этот? А этот хочет древесину. Здесь у нас минералы камень, к примеру. Здесь у нас минералы сырая нефть. То есть надо строить вот эти производства и тем самым заполнять наши заводы местными продуктами, так сказать. Для того, чтобы, ну я не знаю, для того, чтобы, может быть, они их закупают, типа, и поэтому идет вот такая вот фигня, где у нас содержание служб, да. Субсидии, понятно, торговля услугами, процент по займу. Пока что не грубаюсь. Хочется вот эту вот посмотреть вкладочку. Она, к сожалению, недоступна. Я думаю, что скоро мы ее прямо в этой серии увидим. Значит, я ставлю, наверное, камень вот здесь. Блин, ну да, здесь есть вот это, я не знаю. Ну давайте попробуем, как это работает. Значит, работает это по принципу у нас свалки. В принципе, понятно, что надо делать. Мы размещаем, да, какую-то зону. Ну давайте пока вот на такое остановимся. И будем, будем, наверное, уже делать какие-то выводы. Вот у нас появилось поле, серое поле. У нас появился вот такой домик. Один человек из 16 здесь работает. И это 100%. То есть уровень у этого здания тоже есть. Загрязнение воздуха, шум и загрязнение почвы. Здесь в целом все понятно. Мы как бы понимаем прекрасно, что здесь куча заводов. Вот кому нужен камень, например? Как мне посмотреть? Это вообще какое-то хранилище. Это я его строил? Нет, это не я его строил. Здесь хранится скот, например, да? Ну вот смотрите, здесь минералы. Мы видели где-то сейчас с вами. Вот камень и производит минералы за счет этого. То есть камень все-таки нужен. Да, вот смотрите, еще камень. И в принципе больше камня мы не наблюдаем. Ну в общем, три домика с камнями нашли. Есть древесина, которая делает бумагу. Ну-ка, окей. Если мы поедем вот сюда. Продает электронику, текстиль. Здесь у нас фармацевтическая продукция. Продукты. А что-нибудь вот такое посмотреть, да? Вот, например, бумага. Угу, продукты. Понятно. Короче, мы будем на этих заводах производить что-то за счет наших ресурсов. Ты что меня там бесишь, дружище? Ну-ка, давай-ка нахрен выпиливайся. И таким образом зарабатывать деньги. Нет, я неправильно ли мыслю? Что-то здесь все место уже занято. Давайте мы тогда пока отвлечемся чуть-чуть. Я еще накидаю, потому что я вижу потребности. Я не понимаю. Ну есть потребность, конечно, вот в этом. В жилых зонах средней плотности. Но я здесь не хочу среднюю плотность строить. У меня здесь будут вот такие низкие дома. И как бы вот эту зону мы для этого, собственно, и делали. А дальше уже там пойдем, поедем, посмотрим. Пока что план какой-то такой. Но будем строить, наверное, среднюю зону застройки. Мы переходим в крупную деревню. Давайте в панель прогресса залетим. А хотя, ладно, что нам сейчас? Я пока что взял все, что хотел. Среднюю плотность вот такую. Во, вот это разблокировалось. Дешевые квартиры. И у нас разблокировалось новое пожелание, так сказать, в жилых зонах высокой плотности. Ну смотрите, вот это средняя, вот это средняя. То есть вот эти домики мы строили с вами вот здесь, да? Правильно же я понимаю? Вот это они, да? А вот это, вот это. Это тоже средняя плотность, но другого формата дома. То есть это вот эти дома, грубо говоря. То есть я бы хотел бы, наверное, здесь еще поработать. Надеюсь, что мы сегодня это успеваем. Вот здесь вот можно немножечко европейских средней плотности бахнуть. Давайте бахнем. Вот они сюда как раз построятся. И будут друг напротив друга стоять. Хорошо, здесь как бы договорились. Буду ли я еще сейчас рисовать вот эти зоны? Да, наверное, буду. В чем не разблокировали? Вот, мне парки дали. Давайте смотреть. Вот, смотрите. И что? И как бы вроде кладбище не влияет на то, что это как парк, да? Все-таки оно, наверное, дает какую-то привлекательность. Ну-ка покажи. Или не дает. Плюс 5 благополучия в радиусе. Плюс 3 отдых в помещении. Ну, то есть как парк это все-таки не засчитывается. То есть видите, да, в чем прикол. Ну вот сюда нам нужен парк, например. Давайте им поставим парк. Вот они, видите, они счастливы. И давайте, блин, здесь уже домик строится. А здесь я пока что еще не определился, не доделал. Но мы еще доделаем парки. Куда-то добавим. Кстати, вот, может быть, парк надо было сюда приделать лучше. Ну, явно тут требует корректировки вся вот эта история. Парки будем добавлять. Сколько там у меня? Минус 4 900. Ну, я не знаю, слушайте, а если я расширю? Давайте проэкспериментируем. Потому что я вообще не понимаю. Я расширю вот так. Я расширю вот так. Ага, и здесь мне говорят, что нельзя. Потому что это радиус действия ветряка. Блин, ветряк этот, конечно, здесь не очень в тему. Прямо получается, надо будет на уголь, наверное, переходить. И, кстати, мы же уголь сможем добывать, да? Я еще не могу. Ну-ка, погоди. Ну-ка, погоди. Нет, уголь разблокируется на следующем уровне. Но мы прям туда фигачим. Кстати, я не обратил внимания. Потребность в офисных зонах. То есть у меня появились уже офисные. Слушайте, слишком много пока информации. Я бы хотел сконцентрироваться сейчас вот на этом. Я не знаю, правильно ли я делаю. Потому что, действительно, с экономикой вообще непонятно. Создание района. Это все здорово, ребята. Но пока что у нас вот здесь есть парк. Поэтому вы, будьте так любезны, заселитесь вот здесь. Я бы вас очень тут хотел видеть. Вот это место надо не забыть оставить. Здесь у нас пойдут вот такие домики. Здесь еще вот такое приделаем. Вообще прикольно вот так вот размещать их. Чтобы они строились так, как нам хочется в первую очередь. И надо, наверное, так и делать в дальнейшем. Я думаю, что про общественный транспорт сейчас вообще рановато говорить. Но вот парки я хочу. Я сейчас буду выпиливать какие-то домики, к сожалению. Но это во благо пойдет, я надеюсь, да? Все-таки. Ну-ка, дружище, ты что, не хочешь сюда? Вот так хочешь? Ну вот давай вот так вот сделаем. Да, они немножечко расстроились. Но в целом все равно им нравится, да? Мне кажется. Я думаю, что им нравится. Надо еще куда-то парки приделать. Да, вот эти переулки, они как бы не очень хорошо работают в этом плане. Блин, ну парков им надо много. А если вот такой? Вот такой дотягивается прям мое почтение. Ну вот давай парк вам вот сюда еще приделаем. Посмотрите на них. Ну они счастливы. Что у вас вообще здесь? Я вижу, что больше нету проблемы с преступностью. Почти что минус один у нас написано. Да, но это не минус девять, как было, по крайней мере. И тут что-то клиентов неожиданно не хватает. Ну, ребятки, слушайте. Здесь заселяются люди. Как бы они вообще, наверное, должны подъехать. Я не знаю, подъедут ли они все-таки. Хотят еще немножко коммерции. Ну давай вот здесь вот мы каких-то магазинчиков им сделаем. Вот как-то так, например. Как-то так. Можно один вот сюда еще приделать. Но на самом деле... А нет, строится. Я думал, что этого уже хватило. То, что я изначально сделал. Но все-таки этого было недостаточно. Окей. Давайте еще немножко порисуем дороги. Будем строить плотненько. Так, здесь я что сделал? Здесь я сделал... Я не понимаю, где заканчивается. А вот теперь понимаю. Могу вот так же, да, сделать? Да, вроде могу. Я, наверное, вот так огорожу этот домик. Вот прям вот таким вот образом. Пускай у него будет своя вот такая вот территория. Почему бы и нет? Единственное, что вот эти дома немножко расстроились. Но... А что вы расстраиваетесь, ребята? Просто перестройтесь, да и все. Блин, а вот эту штуку даже удалить нельзя, что ли? Вот это... А, нет, можно снести объект. Вот. Я хотел, чтобы она мне здесь не мешала. Дайте я здесь закончу. Потому что прям не могу. Хочется. Значит, мы поедем. Вот. Ну, нет, 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 дружище. Так мы с тобой никуда не поедем. Так мы далеко не уедем. Мы поедем с вами вот сюда. Да, вот таким вот образом. Здесь что-то повернули. Здесь что-то тоже подкрутили немножечко от шоссе. И вот здесь примерно плюс-минус нам игра подсказывает. Но давайте, наверное... Хотя нет, давайте здесь прямой угол сделаем. Ничего страшного. Такое тоже допускается. Все. Теперь эту территорию мы оградили. Осталось ее как-то заполнить. Магазинчики здесь есть. Еще жилые зоны. Ну, плотно-плотно прям здесь будет именно вот это все. Ничего другого не хочу. Ничего другого не вижу здесь, наверное, я. Давайте мы сейчас попробуем вывести какую-то еще одну дорогу. Ну, типа вот такую неровную, да. Здесь так прям хорошо получается. Можно какие-то домики. Давайте, наверное, оставим. Не буду я ее менять. Вот отсюда можно, наверное, плясать. Почему бы нет? Давай только погоди. Давай мы вот здесь вот стартанем. Поедем вот сюда. Потом поедем чуть-чуть сюда. И чуть-чуть вот сюда типа приедем. Но вот тут явно слишком тускло, да. В плане зон. Наверное, я тоже хотел бы что-нибудь завернуть. Блин, они ругаются, что я им вот двигаю вот эти вот дома как бы. И это не очень хорошо, я согласен. Но тут тоже непонятно, когда я двигаю, когда не двигаю. Поэтому уж извиняйте. Все, меня не остановите. Я сейчас здесь все зарисую. И просто будем заполнять по мере необходимости. Вот именно низкой плотностью. Там, короче, потребности. Я вам скажу мое почтение. Я, кстати, расширил 4 700, да. Но я так расширил чуть-чуть совсем. Ну, я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Пока что мы просто летим в минус. Есть миллион семьсот. И понятно, что на следующем уровне мы еще что-то получим по деньгам. Но меня как бы эта ситуация не очень устраивает, если честно. Я хотел бы разобраться. И, кстати, вкладочка-то у нас открылась, да, получается, по этой логике. Наверное, по этой логике мне надо туда заглянуть, да. Я же планировал так сделать. Так, вот не понимаю. Сюда, наверное, не хочу. Ну-ка, дай посмотрю. Ну, типа вот такие вот зоны у нас, да. Как будто хочется чуть поменьше их сделать. Но, наверное, я не буду. Наверное, нормально. Дайте-ка я еще здесь сразу вот так вот возьму. Сейчас сюда в деревья зайду. Ты кто? Ты ольха? Нет. Хочу сосну. Вот это вот возьмем. И возьмем вот так, да, получается. Не, давай не так жестко. Давай поменьше сделаем. Ну, вот, например, здесь что-нибудь высадим. Блин, а можно еще поменьше? Да, можно. И вот деревья вроде начинают появляться. Ну, чтобы не было вот этих вот пустот, как бы. Чтобы здесь какие-то деревья хотя бы росли. Они, типа, видите, маленькие. Потом подрастают, как я понимаю. Хотя, я не знаю, может и не подрастают. Но, прям по одному дереву тыкать я точно желания не имею в данный момент. Хочу, чтобы это было все-таки как-то пошустрей. Ладно, раз хотите еще селиться, давайте селиться. Потому что мне нужны люди. Давай поменьше сделаем. Вот таким вот образом, наверное. Да, только единственное, что желательно к дороге как-то это подключить. Здесь вот такой домик. Здесь пускай будет длинный. Парочку длинных тоже не помешает. Короче, приделываем смело, я думаю. И вот сюда тоже, наверное, я смело приделываю вот так. Вот так и вот сюда. Здесь как раз у нас дом музыканта. Или что там было? Это же дом музыканта. Я правильно помню сейчас. Я еще раз гляну на всякий случай. Он нам тут благополучие дает. Тут еще у нас дает благополучие кладбище. Что, несомненно, тоже здорово. В общем, ребята, давайте селитесь. Я вижу, что потребность огромная вот в этих вот домиках. Но она, конечно, сейчас падает, само собой. Но потом она снова появляется. Я не очень понимаю, всегда ли будет потребность в таких домиках. Или все-таки мы когда-то перейдем уже на другой уровень совсем. Да, мы, понятно, сейчас не строим с вами другую плотность. Но я еще планирую к этому вернуться. Хочется как-то вот это вот, наверное, доделать. Я не знаю, может, не стоит оставлять вот эти клетки. Давайте, ладно, здесь поплотнее сделаем. Здесь тоже бахнем. Ну да, видите, я строю, строю. И они как бы строятся тоже. Я вот не знаю. Наверное, это может никогда не закончиться. Хочу немножечко поразмышлять вот над этим местом. Да, у меня там как бы все еще какая-то гора присутствует. Дай-ка мне вот эту дорогу. Я ее сейчас ровно проложу. Посмотрю, что по рельефу получилось. Ну, получилось как бы более-менее уже ровнее. Да, то есть мне нравится. То есть суть какая? У меня пойдет вот эта дорога так наискосок. А вот эта дорога пойдет ей на перерез. И где-то там они должны состыковаться. По моей логике, что из этого получится, я не знаю. Наверное, я пока что не должен делать супер далеко. Потому что я опять же не уверен в рельефе. Да, ну-ка покажите мне рельеф. Я хочу понять, что здесь происходит. Мне вот сюда. Да, да, здесь, конечно же, происходит дичь, которую надо сглаживать. Там еще у меня гора дичайших размеров. Да, это то, что я за территорию заезжаю своего города. Оно, собственно, ругается. Ну-ка погоди. А если я вот так вот бахну на соточку и вот так вот здесь прожму прям, чтобы подровнять вот эту всю историю. Ну, вроде как бы равняется. Да, видно, что полосы разъезжаются. Не то, чтобы супер быстро, но все-таки что-то происходит. Окейшки. Давайте посмотрим тогда, что у меня вот здесь получилось. Потому что тут я планирую тоже сделать дорогу. 90 градусов, чтобы было. Вот, 90 я сказал. И 180. Блин, у меня стоит инструмент с поворотом. Надо этот инструмент срочно поменять. Можно, пожалуйста, мне 90 градусов завести, если вас не затруднит? Почему-то там есть 180. Да, блин, я же видел, что можно. Что ты мне тут придумываешь? Сейчас мы тебя поймаем. Вот, мы тебя поймали. И вот сюда у нас будет вот такая вот штукенция, тип соединения. Да, и теперь мы видим примерно, как что у нас будет выглядеть плюс-минус. Но я не знаю, насколько это адекватно. Тут уже как бы каждый сам будет судить. Что у меня здесь по рельефу получилось? Ну, вроде ровненько, да, относительно. Это хорошо. Плюс мы также знаем, что теперь еще появились вот такие зоны. Они мне предлагают здесь строить. То есть это для покупателей. Зона для коммерции. Я вот думаю, строить ли мне здесь. Я не очень доволен вот этим решением, наверное, своим. Но особо переделывать тоже его не хочу, если честно. Какие-то переулочки хочется бахать. И может быть попробовать даже тротуар какой-нибудь приделать здесь. Посмотреть, как это будет вообще. Вот видите, они ругаются на катафалк. А, тротуар вот так вот вырубает, да? Тротуар вырубает. А может быть тогда и оставить? Может быть тогда и оставить? На катафалк ругаются прямо, слушайте. Надо этот вопрос, наверное, решать сейчас будет. Вот это у меня главная дорога, да? Она пойдет и, скорее всего, будет улучшаться. Я тут немножечко вслух сейчас поговорю. Ну вот как-то так. Там мы типа что-то соединимся, да? То есть понятно, что здесь небоскребов, возможно, и не будет каких-то. Но плотная застройка точно нужна. Продолжаем рисование зон. Я пока здесь хочу еще зон вот этих. Не могу прям ничего с собой поделать. Но надо, надо вот это, чтобы у меня как-то выглядело закончено, да? А то и там, и здесь что-то, и все подряд. Ну просто здесь немножко потусовались. Давайте туда, потом обратно, да? Чтобы было какое-то разнообразие. А то иначе это все глаз замылится просто. И дело с концом. Давайте еще сюда магазинчиков бахнем. Вот таких вот. Ну давайте еще один вот такой сделаем. Пускай здесь будут магазины, чтобы им далеко не ездить не приходилось. Хотя вот там как бы не хватает у нас покупателей. Ну здесь-то уж покупателей точно должно хватить. Возможно, стоит просто коммерцию оттуда выпилить куда-то в другое место, да? Понимаете о чем я? То есть туда лучше поставить, например, какую-то жилую зону, может быть, да? Соответственно, коммерцию поставить где-то просто в другом месте, там, где как раз покупателей достаточно. Ну то есть вот, например, мы видели с вами такую прям зону хорошую около тех наших более плотно населенных домов. Ну посмотрим насчет этого. Пока что я, наверное, хочу завершить вот здесь. Но я, помнится, говорил, во-первых, про парковку, а во-вторых, про парк. Держите вам парк. А сколько ты потребляешь? 4 тысячи содержания парка. Вы охренели просто. 4 тысячи. Но это видно как-то, я не понимаю, как-то, не знаю, в каком-то соотношении. Потому что если 4 тысячи, то должно быть минус 8, да? Соответственно, такого не происходит. Я хотел бы сюда все-таки еще одну парковочку бахнуть. Сколько парковка на содержание требует? Это тоже надо смотреть. Но оно с содержания 500, это не так много. Давай мы вот здесь вот сделаем парковочку все-таки одну. Я понимаю, что вроде кто-то говорит, что это не совсем нужно. Но вот я именно исходя из того, что я здесь балуюсь переулками. Я официально здесь закрасил все. У меня даже потребность ушла, но она когда появится, у нас уже будет что-то подготовлено. Вот оно, вот оно что. У нас проблемы Хьюстон. Так, ну-ка, погодите-ка, я вот что думаю. Значит, у нас есть промышленность. Мы можем добывать камень. Пока что все, до угля нам надо немножечко докопаться в каком-то смысле. Я просто думаю купить еще территорию. Вот здесь у нас правильно же уголь? Правильно. Давайте еще раз посмотрим на это. Да, он весь здесь. И хорошо. То есть я правильно же понял, что это не только уголь. Это еще и вот уголь, это еще и рудник, да? То есть тут можно два ресурса добывать. Но разница только в том, что здесь седьмой уровень нужен, здесь нужен пятый. Я вас услышал. Вот, что делаем с электричеством тогда? Что делаем с электричеством? Надо где-то его ставить, да? Может быть здесь мне сделать какой-то мост через речку и на той стороне поставить электростанцию? Или поставить электростанцию где-нибудь вот здесь просто и не париться? Ну, я хочу, наверное, на уголь перейти. Блин, опять сейчас содержание. Я никогда так в плюс не выйду. Я вообще не понимаю. Главное не залиться, так сказать. Потому что я-то могу. Ну-ка, ты влезаешь? Ну-ка, вот сюда. А, ты сюда не влезаешь. То есть тебе нужна такая прямо отдельная зона. Мы тебе сейчас организуем. Короче, я передумал. Я решил, что все-таки у меня электростанция будет вот здесь. Я здесь пока сделал вот такое вот решение. Ибо, ну, просто чтобы мосты эти не тянуть, какая разница? Я подключил, и она работает. Сколько содержания? Скажем, кучу тысяч денег. 70 тысяч. Ну, вот я ее ставлю. И что у меня здесь получается теперь? Минус 4 900. Сейчас она плюс-минус заработает. Ей же не нужен трансформатор. Я правильно понимаю? Это просто, чтобы вывести на продажу. Если я правильно мыслю. Ну, электричество мне дали. Значит, да. Работает она на сколько? Эффективность 100. Использование 1% пока что. Но подождите. Все остальные проценты, как говорится, не за горами. И я раз уже здесь, давайте мы тогда еще немножечко побалуемся деревьями. Деревья я хочу, чтобы вот здесь были точно. Почему бы нет? Здесь, наверное, тоже пускай будут. Ну, короче, все вот эти места буду заполнять. Ну, давайте думать тогда, что здесь делать. То есть, тут по этой логике получается, что очень шумно будет. Правильно я мыслю. Но, тем не менее, здесь очень хорошее место для того, чтобы, да, размещать коммерцию. Вот, например, вот здесь. И я бы здесь коммерцию тогда поставил. Мы, по крайней мере, точно будем уверены, что ей будет достаточно покупателей. Может быть, даже и вот эту зону я бы оставил. Как бы под коммерцию. Да, вот как-то так. Как-то так, например. Почему бы нет? Пускай будет. Посмотрим, как тротуар вообще себя поведет. Какое количество людей там будет ходить. И у нас есть потребность вот в небольшие офисные здания. То есть, у них нет какой-то зоны. Хорошо или плохо, да? У них просто есть зона. Ну, вот давайте посмотрим. Я вот столько сделаю. И смотрим на полосочку, как она себя поведет. Я, наверное, даже немножечко ускорю. Полоска побежала вниз. Она все еще бежит. Я не понимаю. А, я построил только один офис в итоге. То есть, я построил только один офис, да? Ну, два. Ладно, окей. И полосочка вся как бы испарилась. Я вас понял. То есть, как бы офисов много не нужно. Ну, договорились. По крайней мере, мы будем знать. Здесь все-таки появятся прямоугольники. А вот это что? Это такое с дорогой? Это я какую-то не такую дорогу, что ли, здесь сделал? Нет. Мне здесь, наверное, нужна все-таки вот такая вот вариация развития событий. И я тогда хочу сейчас добавить здесь поблизости еще более высокой плотности застройки. Да, и, наверное, я сделаю это вот таким вот образом. Да, здесь у меня рельеф. Здесь у меня еще какая-то фигня. Но не беда. На самом деле, я не буду по поводу этого париться. Я просто возьму сейчас вот так вот соединю здесь тротуарчиком. Ну, вот это, конечно, ну, такое себе. Ну, перестройся. Ладно уж, я понимаю, что не очень приятная история. И я хочу вот сюда приделать вот эту вот штуку. Кстати, офис еще построился один, между прочим. Да, видите? Доделывается здание. Давайте мы поставим сюда вот столько домов. И у нас жилой комплекс Крунд. Комплекс в современном стиле, который очень ценят жильцы. Но мы тоже, наверное, его ценим. Давайте посмотрим, что он дает. Он дает нам благополучие в радиусе 1 километр. Радиус 1 километр. Ну, слушайте, здесь надо линейку доставать. Доставайте калькуляторы, как говорится. Давайте посмотрим, что есть 1 километр. Это вот столько. Это дохренища. То есть, надо ставить его... Слушайте, если я поставлю здесь, то он и до сюда дотянется. Если я поставлю его здесь, то он будет дотягиваться здесь до кучи всего. И, наверное, тогда, раз уж такой раскладец, я все-таки поставлю его вот сюда. Мне здесь... Ну, и, в принципе, он здесь больше подойдет. Вот как раз прям встает идеально. Вот так вот. Бам. И здесь у нас вот такой вот комплекс. Прикольно, прикольно. Нам такое нравится. Если увеличивается благополучие, мы всегда за. Еще офисы хотят. Ну, я как раз местечко под это дело здесь сэкономил. Давайте вот сюда немножко офисов еще завезем. Надо ли вот здесь офис делать? Не знаю. Здесь как будто не хочу. Вот здесь-то уж парковки по-любому будут актуальны. Да? С таким количеством жителей. Слушайте. Я хочу построить сейчас вот эту штучку. Я как бы вижу, что проблема есть. Что вообще жители говорят? Высокие налоги и плохой доступ к медицинской помощи. Ну, блин. Слушайте. Медицинская помощь это вообще 105 тысяч в месяц. Это еще один медпункт делать. А если я сделаю просто еще одну вот эту штучку? Это что у нас? Место для дополнительных машин скорой помощи. Это у нас дополнительное крыло. Давайте посмотрим вот эту вот штуку. Да, видите, она достает только досюда. Ну, я не знал, что это так малым радиусом работает. Ну, ладно, я оставлю. Пускай будут дополнительные. Но не так прям проблемно, судя по тому, что здесь именно минус один. Поэтому я думаю, что нормально. И тогда, получается, я отложу все-таки строительство вот этой штуки. Но хотя периодически вот появляется у меня проблема с тем, что... А можешь повернуться? Я хочу померить тебя сюда. Ты не влезаешь, конечно же, да? Ну, ты, конечно же, не влезаешь, сволочь такая, сюда. Ну, сюда ты влезаешь, это понятно. Но мне как-то хотелось бы тебя вот все-таки вот сюда развернуть. Блин, ну ты серьезная. А если, подожди, а если привязочку выключить? А вот если выключить привязочку, то все равно нихрена не получается. Ладно, пока что это немножечко отложим. Ну, честно, ну, как бы, смотрите, у нас минус 5200. Что мне с этим делать, я пока не очень понимаю. Я боюсь, что это будет заливочная какая-то игра. И я просто останусь без баблишка. А сколько мне дадут здесь денег? Мне дадут здесь еще лям, да? А здесь миллион двести. Ну, как бы нам дают деньги. Ну, надо как бы так сделать, что они возвращались, так сказать, к нам обратно. Потом после строительства чего-либо. Ну, слушайте, здесь, походу, пошли вот такие вот соединения. Вот для меня, да, как вариант. Не знаю, что сделать вот с этой зоной. Вообще, есть такое желание. Либо сделать какую-то еще развилку широкой дороги. И все-таки не делать здесь низкую плотность. Либо все-таки делать низкую плотность. Чтобы вы понимали, здесь у нас все застроилось. Я здесь могу еще немножко побаловаться деревьями, наверное, да? Да, дабы это все было по красоте. Когда-то они вырастут. Когда-то здесь станет поприличнее. Но пока что это все вот так вот выглядит. И, кстати, надо посмотреть по поводу парков, да, что-то. Ну, здесь деревья как бы не обязательно. Но тоже можно пока что, чтобы это не было так пусто. Ну, я не знаю. Нать и вам деревьев еще. Кто-то еще желает деревьев? Держи, я тебя тоже немножечко взвешу. Вот сюда тоже можно приделать. Ну, наверное, пока что как бы все. Пока что можно здесь угомониться. Этот райончик у нас готов. Он завершен. Тут делать особо больше нечего. Что касается еще парков. Да, вот здесь прямо с ними беда. Вот здесь прямо с ними беда. Я выключил все привязки. Теперь они вообще непонятны, как должны строиться. Но вот здесь явно требуется парк. Да, и как будто вот здесь я тоже парк хотел бы заполучить. Но, наверное, все-таки я его вот сюда бы приделал. Так было бы логичнее. И я, наверное, так и поступлю. У тебя-то что случилось, братишка? Высокая арендная плата. Жильцам тяжело оплачивать аренду. Возможно, требуется более высокая плотность зоны или другое зонирование. Но я ничего такого сейчас предложить тебе не могу. Я вообще не очень понял вообще, что надо сделать. Наверное, требуется другое зонирование. Ну, наверное, требуется. Я не знаю. Я вижу, что вот это требуется. Здесь у нас появятся еще жилые дома. Я строю пока что в этом стиле. Можно будет для разнообразия построить и в другом. Ну, пускай квартальчик будет именно в таком. А в чем проблема? Это что такое? Потребность в жилых зонах высокой плотности. Вот это у нас высокая плотность. Да, вы хотите сказать, что вы хотите какую-то квартиру прямо большую? А давай тогда замутим. Давай замутим. О, смотрите. Прямо начали строиться. Молодцы. Такое уважаемо всегда. Давайте посмотрим, что будет. Если я выберу вот эту зону и вот сюда ее приделаю. Здесь начинает строиться дом, не поверите. И это хорошо, наверное, да, что он строится. Пошла вниз стрелочка. Стрелочка. Господи. Полосочка. Полосочка побежала. И вроде как бы до конца прям. Я, видите, просто пытаюсь разобраться еще. Я не смотрю гайды. И как бы мне хочется немножечко самому поиграть. Но по деньгам пока что все очень сложно. Выходит, я немножечко переживаю на эту тему, если честно. И немножечко недоволен еще своими некоторыми решениями. Сколько сейчас мы? 5400. Ну, плюс 500 туда-сюда. Бегаем, прыгаем. Как бы, да, не супер. Прямо жестко. Но все равно. Вот это у нас типа офис, да, получается. Программное обеспечение. Так, ты че? Программное обеспечение. Ты че? Это здание пустует и доступно для аренды. Замечательно. Так, а... Слушайте, а я видел только что желание вот здесь вот построить офис. И оно исчезло. Типа это по этой причине, наверное. А ты кто? Ты просто, да, что-то непонятное. Типа магазина. Ну да, у меня здесь три домика офисных и все. Потребность как бы удовлетворена. Смотрите, коммерции тоже не надо особо, да? Ну, я бы, наверное, вот здесь офисы больше не делал. Я бы, наверное, сюда вот магазинчик еще какой-нибудь приделал. Тем более... Тем более здесь им нравится. Че, пускай будет, наверное, да? Давайте вот так, давайте вот так. Маленький магазин. Ну вот почему вот это произошло сейчас? Я типа... А, извините, это я виноват. Я потому что сюда заехал. Все, здесь вопросов не имею. Здесь я просто промазал. Нифига себе история. Смотрите, малоквалифицированные рабочие силы. Кстати, я все еще никак не могу зайти вот сюда. Давайте зайдем и посмотрим. Ого! Ого, недостаток. Например, древесины вот такой вот. Например, пшеницы вот такой вот. Курицы вот столько. Короче, все в недостатке, кроме вот этого. И справа мы видим, что есть экспорт, есть обработка и есть обработка. Два раза обработка. То есть мы можем получить здесь с помощью заводов руду. Да, я не могу туда перевести и посмотреть. Либо мы какие-то каменные блоки получаем. И тут везде, видите, такая история. То есть вот нефтепродукты, одежда, химия. Здесь продукты, например, да. Ну вот это то, примерно, о чем я, наверное, и говорил. Видите, то есть вот здесь нужна бумага, да. Вот здесь нужны напитки. Вот здесь нужна электроника, грубо говоря. Здесь текстиль. Чтобы мы не закупали это все в магазины, мы должны это просто произвести. И таким образом, насколько я понимаю, мы должны выходить из минуса. Ну я не знаю, прав я или не прав, да. Если честно, я пока ни хрена не понял. Да, видите, вот что у нас. Вот что у нас по производству. То есть у нас недостаток, например, нефтепродукта. То есть нам надо качать нефть. У нас большой недостаток это что? Это какой-то лимонад или что это такое? Я не знаю. Но, в общем, суть в том, что это делается из морковки, либо делается из пшеницы и отправляется в розничную торговлю потребителям. А, вот оно что, да. Вот она одежда. То есть это тоже курица в том числе. Ну, в общем, что я могу сказать? Нам нужно заменять импорт своим производством. И тогда, я думаю, ситуация кардинально изменится. Хорошо, хорошо. Договорились. Закрепили эту мысль. Мы будем этим заниматься. Но просто я, в принципе, сейчас мог бы пойти и все это скупить. Давайте этим плотно займемся уже в следующий раз. У нас появился камень. Хочется уголь. Я не знаю, успеваем ли мы сегодня добраться. Что у нас здесь, кстати, по квартирам? Ну вот такая квартирка построилась. В целом прикольно. Но у меня опять потребность в том, чтобы я построил зоны низкой плотности. Знаете, мне кажется, что вот здесь я могу это делать. Потому что здесь не будет какого-то плотного движения. Здесь никто не будет от этого страдать. Поэтому пускай ребята сюда селятся. А что у вас тут с парками, кстати? Нормально же все, да? Ну, слушайте, ну такое, да. Здесь есть прям большой парк. А вот такое, если? Это маленький какой-то. Ну, нормально, кстати, так закрывает вопросик. А я вот не знаю, хочу ли я сюда. Ты кто такой? Ты парковое депо? Ну, мы уже вроде, да, смотрели или мы сюда не смотрели. Здесь всякие, вон, есть штукенции. Ну, мало-мало пока что всего. Туристические достопримечательности, спортивные парки. Короче, тут еще открывать и открывать, я вам скажу. Да, и я так понимаю, что открываются парки другие как раз вот здесь. Обслуживание парков, да, большие парки. И вот это вся история. Здесь у нас вообще идет какая-то коммуникация. Почтово-сортировочный центр, серверный парк. Это чтобы что? Для увеличения пропускной способности городской информационной сети, то есть интернета. Здесь у нас телебашня, спутниковая связь. Прикольно. Я, кстати, не построил пожарных. Я не очень понимаю, насколько мне они сейчас нужны. Но, наверное, мне требуется пожарная станция. Видите, домики растут, кстати. Мы потихонечку двигаемся куда-то. Мы сейчас на скорости побольше играем. Пока что мне нравится, что происходит. Но я хотел бы, наверное, еще каких-то домиков сегодня построить, потому что надо растить население. Давайте мы вот здесь сделаем вот таких еще домиков. Потому что здесь такие домики и были. И вот сюда я еще бы хотел. О, у меня здесь начинается какое-то, да, какое-то столпотворение. То есть там прям не пробка, но все-таки что-то намечается. Хочу ли я квартиру здесь? Наверное, нет. Наверное, нет. И крематорий я сюда тоже ставить не буду. Сразу выделю эту зону под вот такого формата застройку. И, блин, а знаете, что подумал? А может быть здесь парковочку надо замутить? А вот это, наверное, хорошая идея. Давайте-ка я одну здесь поставлю. Вот куда-то вот сюда. Ну-ка, вот это по размеру как? А идеально. Вот такую я здесь поставлю. Дай сюда мне деревья. Я сейчас деревьев накидаю вот каким-то таким образом. Ну, что-то они кидаются плохо, потому что они типа заходят на здание. А если вот так, то тоже как-то фигово. Может быть по одному в данном случае было бы и проще. Но окей, здесь у нас точно дома появятся. Вот эти вот сейчас построятся. Посмотрим, что будет по потребностям. Хотят они коммерцию. И у меня начинается какой-то трафик. Какой-то трафик начинается, и это прикольно. С этим можно будет уже работать. И у меня есть вот эти штучки. А не хотите ли вы вот так вот здесь, ребята, маленький кружочек получить, для того, чтобы это все дело объезжать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, что у меня здесь такое. У меня здесь какой-то коллапс. Тут просто авария на аварии. Здесь пожары. А пожарной станции-то у меня нет. Ну вот вам и ответ. Слушайте, а не хотите ли вы вот сюда, может быть, вместо дома, лучше пожарную станцию себе небольшую? Куда-куда она дотягивается? Ну, дотягивается там мое почтение, поэтому можно, наверное, ее сюда и организовать. Давайте так и поступим. Вот все счастливы. Что у тебя по улучшениям? У тебя есть гараж, да, дополнительный. Он ставится прямо сюда. Вообще шикарно, я считаю. Все, сейчас мы поедем это дело тушить. Мы поехали это дело тушить, ребятки? Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. 8 машин, 8 человек здесь уже работает. Так, ну и чего? Что мы будем с этим делать? У нас тут проблемы, у нас тут везде что-то какая-то фигня. Вы-то как врезались парковаться, что ли, не можете нормально? Эти что-то стоят. Там какое-то ДТП. Ни хрена себе там мотоцикл улетел в стену просто. Слушайте, ну здесь какая-то дичь. А это что такое? Ты как здесь нахрен оказался-то вообще, дружище? Я не знаю, но размотало их здесь знатно. Я надеюсь, что сейчас эти службы приедут и разберутся мои. Я вообще не понимаю, кто с этим должен разбираться. Но вообще полиция стоит. И значит, что какая-то работа в этом направлении идет. То есть сейчас должен этот вопросик закрыться. Ну вот видите, по поводу пожарной части уже определились. Каких-то домиков настроили. Я вижу, что есть потребность, например, еще в жилой зоне. Решил чуть подольше эту серию сделать. Но что-то хочется мне поиграться немножечко. Построить всяко-разно. Давайте мы тогда сюда вот эту зону поставим тоже. Блин, здесь наверное вот так надо лучше сделать. Ну и вот сюда домик. И уже не надо, да? Нет, надо, видите? И вот сюда домик еще. Ну давай тоже здесь постройся. Уж чего уж такого-то? Да давай вот сюда. И вот сюда тоже что-нибудь бахай. Я думаю, что нормально. Нужно ли здесь делать какой-то переулок? Наверное, все-таки нет. Наверное, я все-таки не хотел бы этим заниматься в данном месте. Дайте я все-таки деревья вам посажу. Я вижу прямо, что вы хотите. Вот здесь уж подавно, наверное, надо. Давайте вот так вот приделаем. Я хочу что-то подумать насчет вот этого. Мне вот это кардинально не нравится. Я, наверное, хочу это убрать и сделать здесь что-нибудь другое. Возможно, какие-то домики. Мы построили квартиры. Но видите, вот это была дешевая вот эта вот фигня. И еще и перешли на следующий уровень. Офигеть. Слушайте, ну тут на самом деле напрашивается действительно уже промышленность. Потому что мы открыли с вами много всего. Давайте посмотрим. У нас теперь есть морковь. Вот это, вот это. Короче, нам вот это надо делать. Нам это надо делать. На участке с плодородной почвой. В любом месте. Участок с плодородной почвой. Это делается на месторождении руды. Это охренительно. Это охренительно. Но нам надо и все остальное, конечно же. Нефть пока не можем. Хлопок, следующий уровень. Короче, будем в следующей части не только домики строить. Но и заниматься промкой. То есть нам нужно будет охренеть. Там еще торнадо. Вы что, с ума что ли сошли? Надеюсь, что он не идет в мою сторону. Потому что мне не очень бы хотелось сейчас этих проблем. Помимо того, что мы занимаемся строительством здания. Заниматься мы этим точно с вами будем. Мы будем заниматься промкой. То есть надо будет посмотреть вариации. Вариации в принципе понятны. Руда здесь. Ну здесь есть тоже какая-то руда. Блин, мне этот торнадо смущает, если честно. Здесь у нас есть плодородная земля. И вот здесь она есть. Плюс тут есть лес. То есть как-то вот с этим немножечко поиграться, да? То есть придумать что-то такое, чтобы у нас здесь делалось и то, и другое. Рядом можно... Короче, устроить здесь какое-то промышленное какое-то место, да? И за счет этого попробовать заработать бабло. Потому что пока что я какого-то другого варианта просто не наблюдаю. Все, я думаю, что на этом надо завершать. Сегодня мы неплохо так с вами построили. Смотрите, целый район огромный сделали. С низкой плотностью застройки. Они все равно, сволочи, такие хотят еще. Но что-то мне не очень хочется такие домики строить. Я хочу уже ехать во что-то более глобальное. Ну и я хочу ехать в то, чтобы у меня постоянно было бабло. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь на телеграм-канал. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok